Но в России, в этом сериале, не показано злобным злом. Удивительно. Так показан Китай. Space Wars. Индийская пародия на Звездные войны. И здесь он играет русского певца, фаворита, с очень классным голосом, и номера у него тоже довольно-таки интригующие. А вы больные, с вами Гейзер на ежедельный Дайвиз подкаст, где мы обсуждаем фильмы, игры, комиксы, книги и даже видеоигры, которые были ошибкой, но тем не менее. Но сегодня мы поговорим о фильме-сериале. Оба вышли в 2020 году, но прошли почти что незамеченными отечественными зрителями. Мы исправляем это досадное упущение, поэтому расскажем вам сегодня о Space Force и Eurovision Song Contest The Story of Fire Saga. Прекрасный сериал, прекрасный фильм и... поехали! Space Force или же Космические войска в отечественном переводе. И я на самом деле удивлен, почему наша версия адаптации этого названия получилась несосущей жопу в коей-то веке. Как случилось, кто за это ответственный, не знаю. Я был удивлен не менее вашего. И в целом, сериал мы во многом все ожидали из-за одного актера. Главного актера Стива Карлла, который исполнен главную же роль в сериале Office. За исключением последних двух сезонов этого сериала. Подробнее о сериале можете послушать в моем подкасте ВДГ про Office, где мы подробненько поговорили об этом прекрасном же сериале. И ему вторит и Джон Малкович. Прекрасный актер, которого я обожаю. Смотрю с его участием все фильмы и сериалы. Даже там, где сами фильмы и сериалы посредственные. И в целом, что же у нас тут за Цимис? Как можно понять из названия космического войска, все сосредоточено вокруг армейского подразделения армии США, посвященных космическим войскам. И из-за заявления президента страны, его особо не именуют, но все мы понимаем, кто он, учитывая, что он постоянно в Твиттер пишет все такое, он сказал, что мы отправим людей на Луну, в таком-то году. И этот год оказался чуть ближе, чем планировалось. Сам главный герой, генерал Марк Нейр, получает повышение, становится руководителем космической программы. И не то, что сильно доволен этим, потому что пришлось ему переехать куда-то в пустыне, грубо говоря, в секретную базу, с семьей, отчего его жена и дочка тоже не особо в восторге. И в целом, как-то пытается наладить всю ситуацию. С переменным успехом. И да, это именно комедийный сериал, это не какая-то драма, нет, это очень легкий комедийный сериал, буквально на один сезон пока что, продолжение непонятно будет ли вообще. Лично я хотел бы, но ХЗ в целом, даже то, как сейчас все закончилось, концовка такая, скажем так, открытая, но тем не менее. С другой стороны, недавно появился спин-офф про тестовую космическую станцию, где проверяют, как люди могут выживать в, можно сказать, бараке таком, который должен стоять на Луне, но при этом сидя в пустыне. Такая симуляция. Так вот, спин-офф именно про этих ребят, которые проводят испытания этого модуля жилого, он сейчас вроде вышел уже на Нетфликсе, я могу ошибаться, и может он еще только-только собирается выходить, но я видел трейлер, я еще не смотрел, но выглядит он интересно. Более того, что в одной из серий этого сериала, Space Force, у нас уже были эти модули испытаний, и серия была очень классной. В целом, что тут у нас больше именно по Циммису, если идем вглубь, да, углубляемся. Сам генерал Нейт, которого играет Стив Карл, он, собственно, генерал. Джон Малкович выступает за научного руководителя всей этой компании, и зачастую является голосом разума. Не всегда, что очень важно, но зачастую пытается как-то Стива Карлла придержать, отговориться делать какие-то поспешные решения, но зачастую, наоборот, потворствует ему, либо сам принимает из-за каких-то своих заскоков не самые лучшие решения. Сам юмор весьма интересный, скажем так. Так, это не комедия гэгов, зачастую, тут больше именно либо ситуации какие-то, либо шутки гораздо более идущие, ситуационные, скажем так. И они, на самом деле, хорошие. Еще хорошо прописаны персонажи, они довольно-таки топорные, даже не топорные, я бы сказал, а клишированные немного, и зачастую даже излишне клишированные, но это даже и хорошо. Кроме этого, клише тут даже, можно сказать, хорошее. Вы можете даже удивиться, но в России, в этом сериале, не показано злобным злом. Удивительно. Так показан Китай. По сути, да, тут буквально в первой серии, наконец-то, после долгих усилий, у них получается запустить ракету в космос, она выходит со спутинговой на орбиту, спутинг раскрывает крылышки с солнечными батареями, да, они такие радуются, а потом смотрят в телескоп, и там подойдет гигантская махина с китайским флагом, откуда манипулятор вылазит и обрезает эти крылья солнечными панелями у спутника их. С этим связана еще там вторая серия, и потом с Китаем они враждуют весьма упорно, с которым так. И в целом, кстати, да, я сказал, что Россия плохо не показана здесь, наоборот, при штабе, при штабе космических войск, и тогда находится один русский посол, русский агент, который постоянно лезет в не свои дела, более того, пытается ухлёстывать за дочкой самого Стива Каррела, что дополнительно порождает массу интересных ситуаций. В целом, первый сезон был интересный. Закончился на клипхенгере небольшом, о нем рассказывать я не буду, потому что там слишком все очень круто произошло, очень неожиданно, но, скажем так, космические войска, это не просто так называется, не космические, не космическая программа, не НАСА, нет, именно космические войска. Слово войска здесь с упором на это, потому что именно цель вывести в космос не просто астронавтов, а именно военных в космос вывести. Это дополнительный уровень метаиронии производится, потому что постоянно обшучиваются ситуации с тем, насколько военная программа в США абсурдно. Более того, более того, временами сам Карл и с другими генералами собираются, обсуждают что-то, и их мнение насчет указов сверху довольно-таки реалистичны. То есть ты ожидаешь, что сейчас они будут топить за то, что давайте всех разбомбим, а они такие сидят, типа, блин, ну это какая-то херня, мы этого делать не должны на самом деле, что будем делать-то, а? Ну, а как бы президент тут именно отличная пародия на Трампа, я повторюсь, что он постоянно пишет в Твиттер всякие вещи, постоянно принимает какие-то странные решения, и это, это довольно-таки прикольно, ситуация случается, допустим, в, по-моему, либо во второй, либо в третьей серии, и да, нужно сейчас немножко вернуться к оригину сериала, в самом начале мы видим, как Стив Карл получает награду, его повышают до генерала, он думает, что сейчас получит подкомандование наземные войска, но оказывается, что его назначают на космические войска, а это значит, что он ей совсем в глушь куда-то, все такое, он этим расстроен, и потом, после собрания всех генералов, проходит, типа, год, мы уже видим, как он уже на новом месте, у них там все обустроено, и самое забавное, что его жена по какому-то поводу, непонятному до конца, закончится в тюрьме, и ей сидеть очень долго, очень, очень долго сидеть в тюрьме, что она сделала, никто не говорит, но это дополнительный уровень мета-иронии, потому что Стив Карл к ней постоянно пытается пробиться на свидание, с этим дополнительно обстоят некоторые ситуации, особенно с тем, как она ведет себя в тюрьме, да блин, даже во второй либо треть серии Карл летит на свидание с женой, прилетает на место, ему, типа, приходит смска, твит от президента, типа, пиздуй на работу, пока не решишь проблемы, никакой тебе свидания, просто, и он улетает обратно, так что, сериал хороший, сериал крутой, всем рекомендую его посмотреть, потому что, в самом деле, серий немного, один сезон пока что, второй, надеюсь, все-таки будет, потому что он заслуживает его, и актеров, то тут не особо много каких-то знаковых, тут есть актеры, которые играли и в офисе, и в других мелких сериалах, но прям какие-то знаковые, кроме Джона Малковича и Стива Карлла, нету, да и сам Стив Карл, он играл в 40-летнем девственнике, офисе, еще парю фильмов, сериалов, и все, вот Джон Малкович, хочу отметить, что за сценарий тут отвечает, кроме самого Стива Карлла, еще Грег Дэниелс, который отвечал за парки и зоны отдыха, и, собственно, офис, потому что сценарий, шутки, тексты, и вот это все прекрасное, и на заключение скажу, что нет ни одной филерной серии, все смотрят интересно, и более того, они не по-детски увлекают, и в самом деле проникаешь с этим всем, хочешь больше, 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 когда заканчиваешь сериал, такой, блин, ребят, хочу добавки, дайте мне еще добавки, ребята, это очень хочется, но при этом надо понять, что это именно такое, не то что ситком, это не ситком, комедийный сериал уровня, скажем так, силиконовой долины, крепневой долины, если вы понимаете, о чем я, если смотрели тот сериал великолепный, мы о нем вроде рассказывали в том году в одном из выпусков гейзерной, и в нем нет большого бюджета, все происходит буквально в нескольких локациях, но, тем не менее, ты не чувствуешь, что он снят бюджетно, там есть много массовки, графика, где присутствует, она хорошая, даже кадры с невесомостью сделаны вполне достойно, оказалось бы, это довольно-таки недешевая штука, поэтому космические войска, Space Force, всем рекомендую, он есть как на Нетфликсе, с русскими субтитрами, озвучки, когда я смотрел, еще не было, но я смотрел еще летом, может быть, сейчас уже завезли, не уверен, также он вроде появился на Кинопоиске, но русская озвучка там мне не особо понравилась, честно говоря, и все-таки голос Малковича, он не то, ну и как бы у Карла тоже немножко не совсем, смотреть можно, шутки хорошо передают, у меня родители смотрели его на русском, но, если можете воспринимать на слух английскую речь, либо субтитры читать параллельно с этим, то лучше так, потому что голоса в оригинале у некоторых актеров великолепные, тут даже есть актер, который играл в «Василькоин Делине», китайца, вы наверняка знаете его, Джан Яня там играл, его имя я, к сожалению, не помню актера самого, но он тут тоже играет, и в этот раз уже играет такого хитрожопого китайца, как и там, только тут он более умный, и зачастую смотрит на решение других людей так немного удивленно, впрочем, все это будут смотреть, потому что Стив Карл играет не особо умного генерала, очень преданного своей работе и делу, и людям, которые под его началом идут, но, тем не менее, не самого умного, хоть и зачастую хитрого, ну и, да, в общем, рекомендую страшно, а мы едем дальше к фильму про Евровидение, угу. Хей, ибаны иваны, если вам нравится то, что вы видите, слышите, то, что мы вам рассказываем, то рекомендую подписаться на канал, если вы этого еще не сделали, что очень странно. Кроме этого, можете поставить колокольчик, активировать его полностью, например, чтобы не пропустить никогда ничего нового от нас. А если вам нравится именно этот ролик, то рекомендую нажать лайк под видео, потом пойти написать комментарий под видео, и поверьте, это очень важно, Ютюбу это очень нравится, а когда Ютюбу это очень нравится, То и это ролику нравится, его статистики А это в свое время мне нравится, поверьте Кроме этого, у нас есть твич Где проходят стримы по будним дням в 8.30 вечера по Москве В разные игры, иногда смотрим мультики, иногда не мультики В общем, прикольные вещи там бывают Кроме этого, лично у меня есть инстаграм Где выходят разные вещи, эксклюзивные чисто для него Чаще всего они не выходят больше нигде, кроме него Может вам будет интересно Ну а если вам совсем нравится то, что мы делаем И вы хотите поддержать нас как-то материально То рекомендую подписаться на наш патреон или бусти Поверьте, вы получите свои плюшки за это А потом мы получим от вас денежки Будем больше мотивированы делать что-то еще Более качественно, более интересно и более чаще Все остаются выигрыши А мы, пожалуй, на этом прервемся И пустим вас дальше смотреть ролик В этом году я регулярно начинал разговоры с какими-то людьми Говоря, типа, блин, чувак, а ты видел Евровидение? Я вот смотрел вчера, и оно охуенное Все такие смотрят у меня, типа, Рома, ты че, ты смотришь это говно? Кто его смотрит в последнее время вообще? Кроме, не знаю, не знаю даже кого А я говорил Так, иди сюда А ты знаешь, что сегодня 2020 год? И знаешь, что Евровидение, иди сюда, отменили? Вопрос, какое же Евровидение я смотрел? Запись из старых выпусков? Не, это слишком скучно Хоть я иногда пересматриваю некоторые выпуски Особо интересных для меня песен По визуалу или по музыке, не суть важно Но В этом году вышел прекраснейший фильм на Нетфликсе Прекрасный просто Евровидение, Song Contest, The Story of the Fire Saga Музыкальный конкурс Евровидения, история группы Fire Saga, собственно И я был на самом деле супер-мега удивлен Потому что, понимаете, и фильм снимали еще в 2018 году Ну и в 2019 доделывали И они не знали, что будет пандемия Они не знали, что они смогли подгадать выход этого фильма Тогда, когда настоящий Евровидение отменили Это гениальная какая-то игра была Что я просто сидел такой Блин, как они смогли это сделать? Они смогли сделать фильм про Евровидение И выпустить его в тот год, когда его не было И он просто из-за того, что запросы люди пишут Тебе Евровидение смотреть И выходит на него Он собрал много наград за рубежом У нас, к сожалению, не очень много Потому что на русский он вроде до сих пор не переведен Что очень жалко Ну, впрочем, прокат-то широкий он не уходил вроде Он только в цифровых сервисах был Стриминговых Поэтому посмотрим Не знаю, может быть уже есть какие-то фанатские озвучки Но я бы советовал вам все-таки в оригинале смотреть Из-за голосов, из-за песен, все такое Не думаю, что песню будет переведить пираты Но тем не менее И по сути По сути Этот фильм рассказывает нам о небольшой группе из Исландии А Исландия, я не знаю, вы знаете, что такое Ну, Исландия, это, скажем так, не самая большая страна Не особо богатая Все такое И так вот По лору фильма В 74-м году По телевизору на Верлине увидел Выступление группы Абба Маленький сладкий Исландский мальчик Ларс И твердо решил, что даже он победит На этом конкурсе тоже И вот прошло много-много лет Он же далеко не маленький мальчик А скорее совсем уже Такой великовозрастный дебил Дебил, это грубо сказано, конечно Который живет с отцом Который его Немного стыдится И с подругой детства Собрал группу И репетирует песни Выступает по вечерам В местном баре Где, правда, никто особо не хочет Слушать его песню А заказывает Кабачную песню Я-я-дин-дон Я не буду вам переводить И переводить дополнительные Фрагменты текста этой песни Но, впрочем, я-я-дин-дон Это в целом Весь текст этой песни И вы можете Примерно понять Коннотацию И смысл этого всего, да Так вот И однажды Так случается, что они Проходят на вервидне Банально Случается так, что От их местной Провинции Города Их выбирают Совершенно случайно Так получается, что Они выиграют это Естественно Естественно Никто не думает Что они выиграют Даже в самом совете Все Исландии Думают Да, они там Самые внизу То есть Они там Ни в коем случае Не проведут Отборочный тур А в Исландии Кто не знает Это в России у нас Просто выбирают Типа, вот Вы едете Или вы едете На вервидне В Исландии нет Там голосование Среди жюри Среди зрителей Все такое Так вот Там собралось Много кандидатов На участие В конкурсе И гораздо более достойны Чем эта группа Собственно Она называется Файя Сага Окнаная Сага И они Все равно Принимаются И проводится Большое Большая встреча С ними На яхте Тусуются Но По некоторым Сечения обстоятельств Что Ларс Что его подруга Они спускаются На берег И там беседуют И случается нечто И як-то взрывается Херам Это был спойлер Конечно ребят Он через полчаса После начала фильма Но тем не менее Они проходят Собственно На Евровидение На конкурс Уезжают от Исландии И весь совет Исландии Такой Блин Мы же опозоримся Черт подери Как это могло допуститься Но все страны умерли Нет других вариантов И Нет ребят Это не черная комедия За исключением этого момента Толком Больше нет никакой шести Это вот Один момент Такой странный Который немножко По грани ходит Весь остальной фильм Весьма такой Хороший Лирический Драматический Комедия Легкая Любовная Немного даже По сути Этот весь фильм Типичная Стори муви О отношении двух людей Которые Шли к одному цели Потом поругались И в финале Наконец понимают Что друг без друга Не могут быть Вот это все Ну вы знаете Да Допустим В прошлогоднем Естеды Чуть более насыщенный Сюжет был Но в целом Все то же самое Одни и те же рельсы Уже столько лет Это ни в коем случае Неплохо Это как бы просто Такой жанр Такой жанр Никто от этого Многого не ждет И тут в целом Сюжет особо не удивляет Кроме некоторых мелочей Допустим Про гномов Мм Беремен Про троллей Которые Немного Странный момент Хоть очень уморительный Но тем не менее Будете смотреть Поймете И в целом В целом Фильм цепляет Сразу Несколько Моментами Во-первых Шикарные Музыкальные Номера Шикарные Фильм у нас есть По сути Раз Два Три Четыре Пять Шесть 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 Семь номеров Музыкальных С уникальными Песнями Записанными Собственно Для этого фильма И скажем так Сочастую Они очень круто Выграют Вступительный Клип Скажем так Главных героев Вернее То как они Мечтают Чтоб он выглядел Шикарно Снят Потом Шикарная Сцена Есть В особняке Уже на самом Евровидении Где собираются Все участники И поют Стандартную Песню Но Там цепляет Во-первых Съемка Как Тип псевдо Одним кадром Все это снято Не одним кадром Но тем не менее И что более важно В этом Именно В этой песне Участвуют По-моему 20 Либо 25 Победителей Прошлых лет Евровидения Там и рыбак наш И прошлогодний И даже Кончита Вурс есть В общем Это очень классно Смотреть то Как они собрали На съемках Всех звезд Прошлых лет Это Это прикольно Плюс Здесь есть Русский певец От России Фаворит Евровидения Который играет Рэйчел МакАдамс Рэйчел МакАдамс Ха-ха-ха Нет Главный герой Это Вилл Фаррел А его подружка Это Рэйчел МакАдамс Собственно Вилл Фаррел Его мало кто помнит По имени Но Показать вам фотографию Вы его вспомните Он собственно Из персонажа Из Ночи в Роксбери Ну вы поняли Рэйчел играла В гемке памяти И в Шарлоке Холмсе От От кого? От Гэя Ричи? Кто его снимал? С давним младшим Короче И собственно Кто русского играл? Я немного перескочил По моему списку Дэн Стивенс Он вспомнил Главную роль В сериале Легион Хороший актер Мне он понравился И здесь он играет Русского певца Фаворита С очень классным голосом И номера у него Тоже довольно интригующие Ну и собственно Финальные песни Тоже были классные Номера Отличные Номера отличные Отдельно Радует количество Звезд Кроме тех Что вот На Евровидении Победили Есть много Позитических ролей Допустим Тут есть Пересброс Внезапно Я такой смотрел Серьезно? Вы его завлекли сюда? Прикольно Прикольно Учитывая что этот фильм На Нетфриксе Снятый на не очень большой бюджет Но они смогли сделать Такой большой Большой работ Привлять кучу людей И блин Я уверен что большинство Работало бесплатно Чисто за идею Повеселиться И явно было видно Что всем было весело И собственно Мы уже сказали Что первая причина Зачем смотреть этот фильм Нужны это Собственно Музыкальные номера Вторая наверное Самая причина То что Евровидение Фильм Который выглядит Лучшим Евровидением Чем Оно обычно На самом деле бывает Вот И третья причина Наверное Сама история То есть понимаете Это стандартные истории Взаимоотношения Двух людей Все такое Но Тут добавляются Семейные отношения Отношения отцов И детей Вот это все И довольно Интересное Приображение Персонажей Мы такое Уже видели Но Почему бы еще раз Не посмотреть Поэтому Если Вам есть с кем Посмотреть фильм Там с вашей девушкой С вашим парнем С детьми С родителями То крайне рекомендую Единственное Что лучше смотреть Конечно В оригинале С субтитрами Желательно Если не можете Смотреть на слух Но Вроде Может быть Найдете Русскую локализацию Как минимум Можете включить Чисто Нарезку Музыкальных номеров Из фильма Это есть на ютубе И насладиться тем Как это все выглядит Потому что Выглядит Это достаточно Круто Такой вот этот фильм Евровидение Сонг Контест Всем рекомендую Очень классный Это не боёпи Конечно А такая Музыкальная комедия Лирическая немножко Мелодрама Нет Музыкальная комедия Будем так это называть И в целом Очень классно Я не ожидал Что так все будет круто То есть для меня Это было откровением Весны Наверное Когда я посмотрел Такой Воу Это классно Я не ожидал Что так круто будет Я смотрел изначально Лишь Из-за того Что я увидел Несколько персонажей Актеров В фильме Такой Надо посмотреть Тем более Там были отзывы В твиттере Некоторые Неплохие И я угорел Что всем рекомендую Напоминаю Что посмотрите Space Force Space Wars Хотел сказать Индийская пародия На звездные войны И Евровидение Сонг Контест Ссылочки на фильмы Эти есть в описании Как минимум На нетфликсе И с вами был Злой Гейзер И всем Пока Субтитры